Привитос Амигос, вышла новиночка под названием Техномансер, игруля без русского языка, поэтому вероятнее всего мы не сможем насладиться сюжетом в полной мере, но не спешите расстраиваться, потому что я знаю этого разработчика, одна из его игр заняла в моем топ-5 худших игр 2014 по моему году, то ли первое, то ли второе место, в общем говнодел сука редкостный, так, поэтому я сейчас нажму, графика стоит на ультре, давайте посмотрим, мало ли какие суеверные люди попадутся, вот они ультра хай, ультра хай, дальше вообще ничего не знаю, вот, просто у игры были очень красивые скриншоты, а я очень сомневаюсь, что мы увидим то же самое на деле, так, значит, я знаю, сложности этого разработчика надо брать нормал, нормал и ни в коем случае ничего выше нормала, а то и изи, значит, разработчик это некая студия Spiders, которая базируется в Париже, то есть, запомните, да, если когда-нибудь в кроссворде вам попадется вопрос дерьмовый разработчик из Франции, а Ubisoft по буквам не будет подходить, пишите Spiders, да, я знаю, что сейчас найдется какой-нибудь школьник, который с бомбящим пердаком напишет мне, как он великолепно по играм Assassin's Creed истории изучает, жертву мамкиной беспечности, ну что поделать, такой бартер, плюс один в коммент, минус один в карму, смотрите, как вода потекла, вот вроде была неплохо нарисована, но смотрите, какое мариво там, Вот, видим, марсиане, негры, негры жмутся в тенечек, это, это китайцы, я думаю, я думаю, что в Китае точно, это типичная ситуация на автобусной остановке в Китае, несколько человек уже не дождались, мы видим, что сценарист доставочного ролика освоил ровно один кинематографический прием, это подъем камеры снизу вверх, не надо думать, что вам показывают марсианские этажи, потому что только что была улица и солнце, теперь мы снова в городе, но камера продолжает взлетать, правильно, зачем, к чертям это разнообразие, утрись, Кристофер Нолан, что ты вообще, блядь, понимаешь в кинематографе, так, захватываем самую низшую аудиторию игр детей, показывая, что здесь будет секс и жопы, ну тут рассказывают про какие-то корпорации, которые что-то там заплатили на Марсе, структура организации, во-первых, что там, полиция, человеческая ассамблея, о, смотрите, местный и марсианский Ильич, и на фоне Дворца Советов, и, наконец, организация состояла из нас, элитных защитников людей, специальная, спецотряд армии, короче, мои братья и сестры, кто что-то там, короче, техномансеры, вот создание персонажа, но я не вижу, чтобы здесь можно было сменить пол, фейс, о, какой голубоглазый нигра, вот это прикольно, хочу сразу сказать, что я, на самом деле, уже запускал игру, чтобы проверить, как она записывается, и в создании персонажа здесь очень прикольно, тут не вариативность, как в Фоллауте, а тут вот есть набор готовых лиц, после чего можно выбрать отдельную деталь из этих готовых лиц, то есть волосы из этих готовых лиц, цвет кожи, давайте создадим вообще какого-нибудь аномального ниггера, злобного, о, просто нигр, я негр из ада, мне солнце не надо, негр должен быть лысый, тру негра всегда лысый, и обязательно со шрамами, он обязательно коцанный по умолчанию, что ж, окей, а это надо считать, чуть-чуть так, сайенс, наука левел первый, харизма левел первый, крафтинг левел первый, да, я, а, та игра, о которой я говорил, это Bound by Flame, была такая игруля, и там тоже была дебильная прокачка всего на свете, и якобы эпичный сюжет, но на самом деле все это было бородище, бородище лютейшее, проблема той игры была в том, что там была не откорребрована сложность, и каждый бомж убивался несколько минут, о боже, вы узнаете его? Вы серьезно узнаете? вот этот человек справа, а, чувак, чувак, зацени, а, чувак, ты, короче, делал такое, надо мир спасать, чувак, ты падхи-то не видел, а, пельмень, цени, ну, реально, постаревший Бивис, а, чувак, пойдем, мы в ТВ посмотрим, ладно, понятно, я буду скипать эти диалоги, потому что все равно, блин, вряд ли кто-то тут узнает английский настолько, чтобы все это прямо вот так детально разобирать, местная рабочекрестьянская краснопролетарская армия Марса, только здесь, видите, на знамени не серп и молот, а молот и молот, и флаг напоминает вот эту радикальную партию, правящую из фильма В, значит, Вендета, ну, такой вариант на тему НСДАП, советский НСДАП, марсианский крафт, ну, вот что-то такое было в Баунт Бай Флейм, только там было все настолько идиотски реализовано, что я до конца игры, не только я, так и не понял, что все вот эти навершия там можно менять, здесь вот они хотя бы это визуально как-то отобразили, а там вот это все хер поймешь. Трудно представить, но как это называется, Гарда, да, или Эфес, нет, Эфес, то, что дальше. Ну, короче, вот эта деталька, блядь, она влияет напрямую на дамаг, каким образом, хуй его знает. Но у меня деталей нет, крафтить нечего, господи, зачем я выбрал негра, я не вижу своего героя на экране, где он? А вот я вижу его тень, черт, то хоть улыбнись, что ли, чтобы я тебя нашел, ну, ну, игра-айфончик такой, конечно, ну, не самый плохой, но не то, что было на скриншотах, потому что там были очень классные марсианские монстры. Они еще тренируются в синхронном спании, смотрите. Чувак с нижней койки завел себе дублера на верхней, смотрите, сейчас верхний так же повернется. Ха-ха-ха, бля, их хотя бы в разные стороны, в разные концы комнаты разложили, если уж лень, там, скрипты какие-то разные делать. О, какая, какой файтинг. Чё? А, понятно. Проявив, проявив свою полную боевую несостоятельность, не сумев избить обычного какого-то охранника, техномансер тут же применил магию. Так, блядь, зачем их тогда вообще учат драться? Зачем им это надо? Пусть в любой непонятной ситуации Пикачу удар молнией, как говаривал этот хрен в кепке. Не, серьезно, у того чувака было, по-моему, сто разных покемонов, но, блядь, он всегда выпускал Пикачундры, который ничего вообще не умел, кроме Пикачу удар молнией. Странно, почему вот та бабенка на заднем плане мерзнет у огня, когда остальные все вообще вон в распашонках. Может, она наркоманка? Она так приплясывает, как будто она ссать хочет. А, да, носик попудрить, конечно же. Так, но, видимо, здесь мне сейчас только что предложили пойти тоже потренироваться в файтинге. А, с вот этим. Челиком с вот этим, с вот этим. Ну, я скажу заранее, чтобы не показывать тупорылое обучение, я сделал хоть коннем, и на самом деле его уже прошел. Подожди, подожди, что там? Ай, ладно. Там что-то тетя хотела. Все, я готов. Прошли на марсианский вокзал. Зачем-то у него вязанка из гранат таких намотана. Такой странный. Опа-опа, местные марсианские ППСники. Здравствуйте, ваши документы, что вы здесь делаете? О, понятно, да, точно. Это советская милиция, российская милиция из 90-х годов. Она вот так, примерно, документы спрашивала. Я заплачу, заплачу. Заплатишь, пидор, заплатишь. Ну, мы видим типичный произвол полиции на фоне знамени местных властей. Чтобы как бы заранее настроить. Вот в Red Faction, если вспомнить, да, вот тот марсианский, там вот тоже показывал был произвол власти, но не так, скажем так, что ли, как-то глупо. Ну, серьезно, они просто избили какого-то бомжа и его не унесли, ничего у него не отняли. Они просто подбежали, вломили ему пиздюлей и ушли. Ну, что это такое? Тип Сайлант. Продолжать молчать? Сенхим Пакинг. Сказать ему упаковывайся. Упаковывайся, тварь. Закарая. А, нашего нашего героя зовут Закарая. Боже, какое дурацкое имя. Не, если среди вас есть Закарая, я, конечно, приношу свои извинения, но передайте приветствуем родителям. более замечательных вещей. Смотри, Зат. Даже в нашей не самой богатой стране в таких вагонах только уголь какой-нибудь, наверное, возят. Хотя главный герой тоже уголек ищет. Наверное, поэтому в такой вагон и посадили. Я, конечно, выбрал негра, блядь, но, извините, я такого обращения не заслуживаю, блядь. В Америке, когда негров притесняли, у них были отдельные места в автобусе, но, блядь, они были сидячие. А тут просто вагон черный, без света, без всего. Игра 2016 года, да ёпты, бля. Так, я вижу сундук, намекающий на причастность этой игры. Намекающий на то, что разработчики смотрели, играли в Borderlands. Вот это тетя с лопатой справа. Я что-то знакома. Это мне Overwatch чем-то напоминает. Так, что у нас здесь? Open. И мы получили что-то такое, хуйню какую-то получили. Три банки говна, короче, не знаю, может им лечиться можно, может еще что-то. Меня интересует, в первую очередь, конечно, оружие, потому что это игра, это файтинг, это было понятно еще по трейлерам. Ты помнишь первый урок? Конечно, я помню. Мы познакомились с учительницей друг с другом, достали свои счетные палочки и начали считать. Ты про это? Пошли. Да, естественно, с графикой обманули, но у французских разработчиков так принято, что они умеют рисовать скриншоты, но скриншот это единственное место, где вы эту графику увидите. Так у Ubisoft произошло с The Division здесь также точно то же самое все. А вот начинается файтинг. Вот помните, я вот про что, не знаю, успел сказать про Bound by Flame или нет, но главная проблема игры в моих глазах была в том, что этот файтинг был нечеловечески дебильный, то есть посмотрите, сколько надо убивать одного человека. И это самые первые бомжи в этой игре. Не, в Ведьмаке, может, тоже не сразу с утопцами все получалось, но они хотя бы не так долго убивались. Вот первые же три человека нам доставили уже столько проблем. В игре есть несколько видов стойки, как бы, ну, я думаю, сами видите. Вариант с двумя пушками, вернее, одна пушка умс-пистолет и вариант щиты-дубинка. Непонятно, откуда герой все это говно вынимает. Ну, да ладно. Драйн-серм килл. Можно его выпить, это пошел жопу мне похиляться надо. Данная процедура лечит главного героя, но убивает. Главный герой получает минус в карму. То есть в игре баунбайф, кстати, здесь вот почему-то я играю на геймпаде, но мне дают управление мышью, и поверьте, мышью это все делать удобнее. О, бинты. Бинты дают плюс 10 к броне, видимо, это бинты намотанные в 25 слоев. Вот, в баунбайф тоже был сложный кармический выбор на протяжении всей игры превращает ли главного героя в демона, получая усиленный урон от атаки, но в итоге у него выросли рога, и я не смог носить шлем. Здесь я не знаю, на что влияет карма, может быть, на концовку, может быть, вообще ни на что, от этого разработчика можно ждать всего что угодно. Я попытался что-то лихо скастовать, но не тут-то как бы было. Блядь, на какую кнопку с выстрелом, ёб твою мать. А вот он. Выстрел снес целых 18 здоровья. Отлично. Господи, какой. Блядь, вот когда кувырок делаешь, отскок делаешь в Ведьмаке, то Геральт отскакивает ровно на такую дистанцию, отскок, не кувырок, что он может атаковать и наносить удар. Здесь кувырок относит героя настолько в сторону, что здесь тоже можно, да, успеть сделать удар, главный герой потому что делает удар с шагом навстречу, но в это время противник уже успевает замахнуться и главный герой просто получает по своей шоколадной круглой голове. Мы укрыли нашу destination. Да, да, да. Destination, да. Я воль, мои командаты. А, здесь можно магию выбрать, смотрите. на ЛТ, экшн, ловушка. В Баунбай Флэйм были ловушки. Это самое бесполезное, что было в той игре, редкое дерьмо. Зачаровать меч. Бля, подождите. Или пульнуть них. Что это такое? Ловушка. О, соточка. Неплохо. А как переключиться-то на остальные? А, во. Во, 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 что ты делаешь? Что ты делаешь? Я понял. Пушку зачаруем, да, пушку зачаруем. Во. Все. Электродрын. Электродрын. Давай. Ну, мы видим, что атака электродрыном, она не намного домашней, чем обычная, но она оглушает. Можно его просто подойти и закромцать. Что ж, это многое объясняет. Тут нам демонстрируют фантастические виды на Марс, которые почему-то серые, а не красные. И вообще не такой красочный, как на скриншотах, а похож, он просто на бесцветную какашку. The Map. Здесь есть карта. Обалдеть. Спасибо. Как только увидишь эту карту, понимаешь, что обреченность ситуации коридорного экшена. Ничего тут нету. Никакого свободного мира. То есть, ну, обычно вот такие игры, они уже стараются походить на безумно, на свободный мир. То есть, Безумный Макс, Бэтмен, там, ну, свобода перемещения. А здесь ты просто идешь по коридорчику и дерешься. Это похоже на Lords of the Fallen, только без графики, смысла, сюжета и русского языка. Как мне одеть-то что-нибудь? Я вроде что-то подобрал, штанишки только что подобрал. Нет, не подобрал. Значит, показалось. А, может, они в рюкзачке? Да, может, они в куличке. Может, были ботинки? Нет, непонятно. Что-то подобрал, и в инвентаре это не появилось. Что показательно. Так, давайте еще сменим стойку, попробуем себя со щитом. У щита есть блок, а значит, эта игра уже лучше, чем Bloodborne. Собственно, поговорим о цене данного продукта. Французы оценили свою вот эту игру в 2500 рублей. То есть, нормальная цена сейчас для игры, ну, пора привыкнуть, это печально, но 2 ксаря. То есть, Mirror's Edge Catalyst и прочие шедевры, такие как Homefront The Revolution, которые считают, что они игры, а эй, 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 с плюсом даже, я бы сказал. Они оценивают свои высеры в 2000 рублей. Французы поднатужились, высорили какашку, тоже, блядь, ничуть, ничуть, по их мнению, по их мнению, не хуже, чем Mirror's Edge Catalyst, но это, в принципе-то и несложно, учитывая, что Mirror's Edge Catalyst, то еще говно. И оценили эту игру в 2500, но тут сработал маркетинг из отечественных 90-х. Дело в том, что игра сходу начала продаваться с 15% скидки, что вылилось в сумму 2150 рубасов. Скидка была, естественно, за предзаказ, но очень классно герой захватил в цель того, кто был у него за спиной. Ну так вот, и за предзаказ, то есть была скидка, но после, блядь, после выхода, блядь, вы видите, да, насколько долго герой наносит удар, что он просто успевает огребсти. Но когда игра вышла, сразу же скидку продлили до 4 июля. Я думаю, что 4 июля я не удивлюсь, что игра в цене только убавит, а не прибавит. Ну, потому что, извините, а за что тут вы хотите 2000 рубасов без половины? Тут мультиплеера нет, ничего тут нет. С такой боевкой, блядь, вот кнопка A вообще ничего в бою не делает. А, знаете, в чем прикол? Нету отскока, блядь. Отскока нету, если ты со щитом. Не, назад есть. Пиздец, как классно быть воином со щитом. Вот я сейчас на удар даже не нажимал, а он все равно обрег. Слоу-моушен наносит типа критические удары, но не всегда, иногда они просто его, просто слоу-моушен и все. Так, пиздень давайте. А, у меня, у меня одна трубка на все случаи жизни, как бы я понял. Так, но мне придется еще попортить свою карму и высосать из него кровь. Вот смотрите, вот он дышит. Отсос, и он не дышит. Серум, карма минус один. В жопу эту карму, я не хочу умирать. Я лучше буду жить подонком. Подонок. Аптечек очень мало. Вот это говно, это что? Что оно дает? У нас заряжает меня молнией, но это не дает мне, не дает мне жизни. Также мой спутник наполовину от Дрюкан, хотя он считает себя местным мастером, джедаем. Но мы-то знаем, да, что он ни на что не годная говна. Так, карта, ага, вот она как удобно юзается. Они мне неправильное обучение сказали, они мне сказали, вот так карту открывать, а я так не могу ходить. А есть еще вот так вот. Вот это я, блядь, уже случайно нашел. Да, ну что ж, интересно, что еще можно делать в игре за две с половиной тысячи рублей? Я не буду учитывать скидку, да, потому что, ну, официальная цена две с половиной тысячи рублей. Эти французы совсем охуели. Блядь, ну почему, почему, бля, прошел Газманова, почему только что дважды мой дрын прошел сквозь текстуру вражеского персонажа? Блядь, а удары, которые я наношу навстречу, они как бы ничего, да, они ему атаку-то не сбивают. Блядь, какое же уебанское управление здесь, вы бы знали. Даже отойти невозможно. Я с трудами переключился на лечение. По-моему, прыжок Газманова должен с ноги был, ей такую вертолку прописать. На, ну тут, знай себе, уворачивайся, в общем-то. Но не всегда. Из-за, из-за дебильной скорости и отсутствия политики прерывания атаки в случае, если ты нажимаешь кнопку у ворота, смотрите, сколько врагов. И смотрите, как долго они убиваются, даже учитывая то, что у меня оружие зачаровано, да, или как это назвать. Блядь, он бьет мимо, он бьет косо. Я так понимаю, что удар ногой сбивает врагам атаку. Это печально. Это все очень печально. Ну, я говорил, здесь та же самая болезнь, что в Баунт Байфлейм. Очень долго убиваются даже первые мобы. Прям, ну вообще, долго, долго, долго. Я не скажу, что боевка здесь, она, ну не такая зрелищная, как в Безумном Максе, но она, блядь, дико сложнее намного, во много раз, потому что там одной кнопкой, в общем-то, все, весь бой осуществлялся. Здесь прям, прям надо колдовать что-то над управлением. Так, что я, что-нибудь нашел? Как понять, что у меня есть? Глобс. Они не потрудились нарисовать, если не подобрал или какую-то броню или перчатки, хоть как-то их пометить, что? Я помню, что я штаны какие-то подбирал. Так, ну вот у меня скиллы выучились. Ага, скиллы распределены по стойкам. Давайте руж. Руж, мне кажется, руж. Быстрый пистолетный выстрел. Слыкинг, даггер, атак. В спину удар ножом наносим на 35. Что там, шанс опоняться? О, быстрое уклонение. Блядь, я не могу быстрое уклонение выучить. А, это, блядь, базовый набор. Пассивный скилл. 35 шансов. Доггдинг, блоус. Да, понятно. 35% шанс блоу-джоба здесь, по-моему, есть сделать кому-нибудь. В Баунт Байфлейм точно так же перки распределялись по вот этим столбам. То есть, ты качал либо воина с мечом с двуручным, либо кинжальщика, либо мага. Какую-то смесь из них сделать было просто невозможно адекватно, чтобы она работала. То есть, чтобы в конце игры ты мог убивать мобов, хоть маломальски, ты должен был упороться в одну ветку. Да, но кинжальщик, по-моему, есть оптимальнейший выбор. Он очень, очень быстро валит. Мне нравится политика зачаровывания пушки. Я вот один раз это сделал. И все, и до конца игры мне, походу, не надо будет ее зачаровывать второй раз. Интересно, а если я сейчас захочу левел 3, так быстро. А если я захочу переключиться на каст магии и кого-нибудь в магии скастовать, у меня пассивный скилл деймэдж на 10%. Ну, давай, деймэдж. У меня магия, короче, с клинка-то спадет или что? ЛТ. Подожди, где ЛТ? Блять, я жму ЛТ. Ага. Ага. А удар молнии... А, удар молнии не в этой стойке, видимо, я не знаю. Да в жопу. Я просто вам по секрету скажу, что, учитывая, что разработчик здесь тот же, что и Байон Байфлэй, магия здесь говно, и нихуя она не дамажит нормально, не будет адекватной. То есть у нее лоу-дамаг стабильно. Вот сейчас он нормально так переключился на другую цель автоматом. выстрел как бы дает немножко оглушения, ты понимаешь, что ли, он как-то в Бладборне реализован. Не, я, конечно, не претендовал на хэдшотный ваншот, но... Как лихо я отодвинул этого человека и спас ему жизнь. По-моему, он только что меня отхуячил. Слоу-моушен мне... Блядь, вот тот чувак с автоматом, он просто, блядь, заебывает. Смотрите, что он делает. Пиздец, он просто в меня стоял издалека, стрелял пулю за пулей, пока я не сдох. Охуенная, боевка, блядь, вот фирменная хуета из Баун Байфлэйм. Вот точно-точно такое же дерьмо просто перенесённое на Марсе. Такая же графика, блядь, такие же замедления ушлепанские, блядь, вообще нахуй недостойные каких-то игр, блядь, серьёзных. А, и левел у меня отняли, да? То есть тут чекпоинты настолько классно раскиданы, что... Блядь, да пошли вы нахуй, дайте переключить. Блядь, играть в это говно, конечно, просто невозможно. После Ведьмака какого-то играть вот в это. Не зря эта игра вышла летом, когда вообще ничего другого не выходит, никаких альтернатив у людей просто нет. В Баунт Байфлейме тоже многие люди дошли только лишь до первых скелетов, дальше никто уже либо не смог, либо не захотел. почему герой позволяет все промахиваться в ситуациях, когда этого сделать просто невозможно. Ебанутся, блядь, че нахуй происходит, как... И это самые первые бомжи, это самое начало игры. Я не знаю, как компания Спайдерс до сих пор не обанкротилась, но, видимо, у них такая политика веселая, что мы продаем игр мало, но мы продаем их за две с половиной тысячи рубасов, а это вам нихуй собачье. Зарплата, разработка окупилась, да и ладно. Здесь, как долго его надо бить? Удар молнии прошел успешно. 34 дамага я только что молнии нанес, если я правильно увидел. То есть, ну, сами понимаете, да, что кастовать магию, блядь, нет, когда-нибудь она, конечно, будет прокачана, но, насколько я помню, в Bound by Flame она и тогда, блядь, особо ваншотами не баловала. Да не то, что ваншотами, даже криты, ну, криты хорошо наносили, все, остальное все было. Блядь, зачем я вообще наложил это зачаровывание на оружие, оно вообще ничего не дает. Ну, вот он, наконец-то подвергся, блядь, воздействию электрошока. Очень классно, что нету, блядь, автоматического переключения цели на следующую, то есть ты каждую цель захватываешь по отдельности. Блядь, здесь. И переключиться с одной целью на другую это целая проблема, блядь. Еще пигмени какие-то, вот смотрите, сколько врагов. На одном пятачке, смотрите, это уже третья пачка к вам приходит, да? Не то, что эти пачки большие, но по двое, трое они нападают. Да, это, конечно, в честь и ради, надо сказать, что этот разработчик умеет делать трейлеры и скриншоты, потому что выглядела игра крайне заманчиво до поры и до времени. Сейчас уже ничего такого, конечно, здесь не вижу. А еще у меня есть такое подозрение, что, обратите внимание на мою скалу жизни, вот она. Она наполовину полна и у меня есть левел, сейчас его прокачаю, мне кажется, что меня отхиляют. Нет, мне отхиляли. То есть, блядь, я получал левел, и мне не восстанавливают здоровье, как в лучших аркадных традициях всех игр на свете. Это канонично, вообще-то, должно работать так. в ведьмаке так. Во всех крутых играх ты, блядь, получаешь левел, тебя излечивают. Это иногда в бою это единственный шанс выжить. Фокус, ЛБ. И че? Фонарик? Что, блядь, как это делать? А, это, блин, голые руки или что это? Итемс. А, айтем, понятно. Нет, нихера непонятно, как это работает. Вне боя здесь происходит какое-то излечивание такое, но крайне медленное, но все-таки в такой игре и за это спасибо, надо сказать, разработчику. Я не знаю, где мне взять еще ловушку, возможно, где-то ее надо скрафтить. Я его буду бить исключительно сильными ударами, да. Я понял, быстрый удар здесь вообще. Вот эти удары здесь нахуй не нужны. Здесь надо бить только вот этими. Смотрите, как герой сразу критует. Блядь, зачем тогда здесь вообще арсенал возможностей? Ну, чтобы было, чтобы было, что в трейлере показать, дескать, вот тут боевка какая, можно и прыгать, блядь, как газманов и там не хуйня, что еще делать. Давайте сразу убьем чувака, блядь, с винтовкой. Это не так просто сделать. К нему просто даже не подойти. Потому что главный герой не юзает повырки в сторону почему-то. Вот в ведьмах, он как бы, ты нажимаешь на уклонение, он уклонялся сам. От этого, блядь, мигера ждать того же самого, конечно, глупо, но я, в принципе, надеялся. Я, по-моему, не успел потеряться, да, только что? Блядь, жизнь это боль, когда у разработчика мозга ноль. Пиздец, пиздец, как охуенно, а как мне быстрое лечение юзать, если как бы в бою он на эту же кнопку он, блядь, юзает кувырок, блядь, то есть, чтобы, блядь, лечение происходит не в инвентаре, а ты на ходбаре выбираешь аптечку, после чего он начинает делать себе укол. В толпе людей это сделать, блядь, просто невозможно. Блядь, я такого конченного разработчика, такого, другого, второго, блядь, просто не знаю. Да, смотрите, здесь серия атак, каждая следующая атака на ноль, а, это, это не дамаг, блядь, тебе показывают, это, сколько ты ему жизни сносишь, цифра, поэтому она увеличивается. То есть, кажется, еще удар, у меня всего на десятку выше, что? Не, ну тогда быстро, быстро атаки, хуй знает, вообще разница-то есть между ними. Причем, баунбайфлэм я прошел практически до конца, но финального босса я уже на читах убирал, убивал, настолько бомбило просто. Одинаковые боссы, блядь, одинаковые мобы все, блядь. Может, может мы и убьем, чувак, ебаный, насос, Я не понимаю, блядь, как связывать в комбинацию местные уклонения и атаки, блядь, они пиздец, ты хоть как делай, все равно не так хорошо не будет, не так, блядь, все будет хуёво. Так, давайте в этот раз, о, какие-то новые штаны выпали, в прошлый раз темные были, давайте в этот раз пизду этот, блядь, пистолетную стойку, давайте возьмем дрын. Не знаю, может здесь, в коем веке, в подобной игре управление проще как раз на клаве, чем на геймпаде, потому что на геймпаде оно просто мерзкое. Вот этот хот-бар ебанутийший, блядь, самый конченный, который я видел. Пиздец. Вот и, блядь, уклоняются лучше, чем в Ведьмаке. И это сложность нормал. Бля, вот всеми своими движениями, главный герой напоминает, блядь, джедайскую академию. Пиздец. Вот эти прыжки, вот эти газмановские, хоп-хоп. Просто, это просто полный косплей джедаев, только игра не про джедаев, на мой взгляд. Не, у вас, может, какое-то другое мнение есть, но, по-моему, блядь. Тут даже, не то, что сюжетом, а вот этими начальными заставками, когда показывают разные ракурсы на героя, там, вот это все. Это очень сильно все напоминает, джеди академии. Вот как мне, блядь, по-быстрому, блядь, поставить на хот-бар аптечку, какие, блядь, не надо делать сочетание клавиш? Пиздец. Сейчас мобы с другого конца карты прибегут, убежит чел с автоматом, просто на этой лестнице нас положат, потому что нам к нему не пройти. Я окучиваю такую кучу разом, и ничего. Че, мне левел-то не дали? Я в прошлый раз тут левел получил. Тут крафтовый станок, и че я тут должен скрафтить? Блядь, в прокачке, в прокачке пиздец, паузы даже нет. Охуенно, он опять полечил. Нет. Я ебал, я нахуй просто, блядь, не понимаю, как играть в это дерьмо. Я прошел все части Dark Souls, прошел Bloodborne, но здесь меня унижают первые бомжи в первой же локации. Я такое дерьмо вижу второй раз всего лишь в своей жизни, оно от разработчика первого дерьма. Не, ёпта, они хрен, конечно, угадали. Я-то их сейчас с нескольких попыток так или иначе, так или иначе, я одержу победу, если не сказать, победю, но, блядь, извините, это первая, блядь, локация, это первые бомжи. Почему, блядь, так сложно? А сложно потому, что, блядь, уебанское меню, управление, блядь. Лечение реализовано крайне, блядь, бездарно и паршиво, то есть исключительно того, что, блядь, надо отбегать, чтобы полечиться, блядь, за километр от врага от ближайшего, а они тебя ровно на такой же скорости, по-моему, преследуют, то есть, блядь, ну, посмотрите, ну, пиздец, ты начинаешь бить этот ёбаный удар, блядь, она тебе просто короткий в бороду делает и всё. Твоя атака, блядь, аннулирована. Охуенно, да? Что это такое? Ножик новый нашёл. Так, одному сделаем укольчик мимо яичек, блядь. Да-да-да, блядь, я понял всё, давай. Один хуй тут, конечно, вот, блядь, интерфейс тут просто, блядь, моё почтение. Я не думал, что кто-то когда-нибудь переплюнет Watch Dogs по убогости, блядь, но они сделали это. Я пиздец в охуе. Оху, говна, я вообще не видел. Звуки, блядь, у игры просто мерзотные. О, жакет. А сверху нельзя? То есть бинты дают, блядь, защиты больше, чем жакет, да? Я правильно понимаю? Конечно, правильно. Холь-то понимать, это же бинты. Так, ну и новый нож. Это моя вообще надежда и опора, блядь. Несмотря на то, что я не играю кинжальщикам, кстати, я вообще не знаю, это она х... А, он такой же, блядь. Он такой же, только одна ячейка чем-то занята, и всё. У меня 4 аптечки. У меня 4 аптечки, но тут проблема в том, что этими аптечками ты попробуй, блядь, воспользуйся. Так, они отсюда ушли, да? Так, а вот чувак с автоматом. Злейший враг чувака, блядь, с мечом. Чувак с дробовиком, блядь. Ну вот мы вдвоём бутербродиком зажали. Прыжок ван дамо. Кое-как, кое-как, блядь. Не, а они, когда по мне попадают, это просто такой ущерб прилетает, бля, вообще. Посмотрите, вот один удар, где-то треть, нет, четверть точно жизни снимает. Я не понимаю, почему на моей карме сказывается то, что я убиваю... То, что я убиваю тех, кто хотел убить меня. Причём тут карма, блядь. Как бы... Они о своей карме не шибко волнуюсь, почему я, блядь, за свою должен нервничать. Не очень понимаю, блядь, игры, в которых не даёт убивать всяких подонков. Что? 20% шанс к ногу оппонент овер, блядь. Иф зе атак иди диз 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 портит, блядь. Давай вот это говно. Это пинок с ноги, я так понимаю, прокачал. Причём у каждой атаки ещё несколько уровней. У каждого перка несколько уровней прокачки, что делает эту игру, блядь. Мне кажется, длиннее, чем скайрим. Тут, походу, тысячу уровней надо прокачаться. Тысячу уровней надо получить, чтобы прокачать ветку полностью, блин. Да, то есть вот такая высота, вот это, блядь, четвёртый этаж, это нам вообще не помеха, да? Вы скажете, ну, гравитация, Марс, а я вам скажу, а чё ж тогда они не прыгают, блядь, на 4 метра вверх. Если гравитация, блядь. Да, любимые мобы этих разработчиков это всякие тараканы, блядь, пчёлы летающие, кусты ожившие, блядь. У них от игры к игре ничего не меняется. Ну, я говорю, блядь, блядь, тараканы ещё и уворачиваются, какие-то разумные тараканы. Но тараканы, блядь, раз в 10 слабее, чем хуманоида. Настя. Хьюманоидс. Хуманоиды. Это дверь, это дверь бомбоубежища Хрустальный пик, за ней Джон Коннор и останки Терминатора, говорит он, как бы моему голубоглазому мачо. Блядь, музыка просто вообще, под такую музыку надо срать, блядь, сидеть в общественных туалетах, вот такая должна там играть. Какие-то просто хрипы, помехи, блядь, они это смиксовали всё в музончик, ничего себе. А, и мы пришли на склад самого ценного материала, блядь, самого ценного ресурса человечества за на ней. Вон тут тетрадки, какие-то книжки. Не, ну графика неплохая, но, бля, если вы взглянете на скриншоты, вы однозначно скажете, что нас немножко наебали. Тут, говорит, классный кондишен стоит, говорит, холодновато. Да, тараканы это мощный враг, они сдохнут с одного. А, он тут батька тараканей. Ты чё её-то? О, блядь. А, отравление. Вот это вообще супер. Таракана нельзя выпить, к сожалению, после смерти и полечиться. В любой непонятной ситуации мой учитель, мой наставник кастует вот этот удар, блядь, он ничего другого не умеет, видимо. О, боже, таракан! Этот таракан хочет напасть на нас! О, подожди, они лутаются, смотри-ка. Блядь. Просто надо подойти как-то невъебенно просто. Давай скажи, что карма минус один, я охуею. Нет, карма не минус один. Сейчас тогда я ещё одного большого высосу. Блядь, он делает уколы мимо просто, мимо. Да, можно высасывать тараканов, хотя бы, спасибо большое. Это мощное подспорье. О, хоть бы двойная палка, хоть бы двойная палка, двойная палка, двойная палка. Нет, куча говна. Да. Это печально. Короче, суть техноманстерства, техноманстер, техноманстер, техноманстерство, техноманстерство-то в чём? В том, что я могу свою палку зачаровать электричеством больше ничего? Я могу скастовать дебильную молниевую магию, блядь. Вот в Баунд Бай Флейм была только одна магия, она огненная, да, там огненные шары, огненная пушка, там вот это всё. Здесь всё то же самое, только с молниями, блядь. Они даже ничего нового не придумывают, я херевая. Блядь, у него глаза как у куклы Барби, реально. Такие аномально голубые. Чувствую себя таким живым, но видно, что Джеймс сучит ногами, тараторит, видимо, он только что с дорожкой снюхал. Негр многозначительно смотрит на своего наставника и делает вид, что он понимает, о чём идёт речь. Этот человек говорит о техномансии, как о мутации, я не могу поверить. Но тем не менее, это так. Эта запись датирована первым. Чё-то там разговор с первым техномансером. Ты шокирован? Да не, оно как бы, блядь, психическое чё-то там херня. Я чё-то там вообще не понимаю. Да, да, короче, понятно, а не какое-нибудь что-нибудь непонятное, я чё пизду. Техномансеры, мутанты или не мутанты. Глупо делать в начале игры попытку съебануть сюжетный поворот невиданных масштабов. Всем как бы ещё насрать на всё. То есть, игра только началась, тебе только сказали, ты техномансер, тут ух ты, техномансеры, мутанты, ебать, копать, какая мне разница. Мутант, он, блядь, не мутант. Вы хоть объясните мне, что это плохо. Вы ещё даже не сказали, что это считается чем-то зазорным здесь. Может, тут все мутанты. У тебя, может, где-то, где-то, может, и говорили. Как бы вот в людях икс понятно, да, что тут что-то к мутанты, как к ним относятся. Тут? Хуй знает. Стадо, клап, дубина какая-то. Э, дубина какая-то. А, ну-ка, дубина богатырская, блядь, какая. Ёб, твою мать. Управлением, бля, вообще. Блядь. Да, вот я нашёл новую дубину, блядь, с гвоздями, он в них. А, это оружие нанотехнологичного техноманстера, блядь. Дубина с, ёпты, бля, гвоздями. Да вы, наверное, прикалываетесь надо мной. Что дальше, блядь? Кастет реально дадите? Надо спрыгнуть. Ой, четыре таракана, боже мой, что же мы будем делать? Как же нам спрыгнуть? Ну, блядь, вот по сравнению с той баталией, которую я уже пережил, вот это, блядь, смешно. Мне кажется, эта игра должна была начинаться со сражений с тараканами и плавно переходить на сражения с людьми, которые, блядь, в десятки раз просто сильнее, чем эти насекомые. Ну, кто я такой, чтобы учить жабоедов, как надо игры делать? Было бы классно, если бы герой, знаете, еще что-нибудь приговаривал, когда он делает вот этот скачок. Типа, ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я хуяк. Вот смотрите, как классно, да? Полем, 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 свежий ветер пролетел. Полем, свежий ветер, нахую я всех вертел. Хэй! Какие там у него еще песни были? Кроме, блядь, самой моей любимой про ноздрями в землю в тяну. Это вообще, это шедевр. Блядь, а Газманов, он что, интересно, капуэрист какой-то охуенный или он просто этот прыжок делать научился? Как-то никогда особо не интересовался его биографией. Это похоже на арену, кстати, потому что она круглая. И сейчас, возможно, выйдет царь комаров. Не человек, в смысле, а... О, слышите, крылья летит, летит хуйня какая-то. А, паук-тарантул. Чувак, ты игрой ошибся тебе в этот... в детектива, блядь, как там, в котором одни пауки были. А, в следователя. Блядь, зовите звездный десант, я нашел паук-мозг. Я вижу, уже уязвимое место, наверное, у него в кровяном мешке, судя по всему, который... Сломавши, негры летают! Газманский сейчас все, блядь, нахуярят. Блядь, а как уворачиваться-то? Музыку мне! Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Москва золотые купола. Блядь. Пиздец, а ничего, что он как бы даже близко не попал? А ничего, что как бы я полечился, но это лечко вообще нихуя мне не вылечило. Я ебал. Ну что за блядская игра, ёбаный насрал Ну какие, блядь, албанцы Могут такое делать, нахуй Ебаться, пиздец, только, блядь, студия Спайдер, рот её, блядь, ебал Ну какое говно, боже мой А, это не аптечка, блядь Это какие-то молнии Вот чё молния делает? Ну, блядь, логично, что это как бы мана какая-то, да? Вы, блядь, где-нибудь видите здесь Шкалу маны? Я, наверное, в глаза ебусь Но не вижу, блядь Как, нахуй, это всё работает здесь, блядь Ёбаный Пакистан, блядь, а? Ахуяный, да пошли, пиздец Отлично К боссу я пришёл уже Подраненный А босс-то слеповатый, походу, блядь Блядь Если не можешь сделать нормального босса Сложного, сделай ему сплэш, блядь Закон всех сложных боссов У них ебаный сплэш, блядь, огромный пуз А, ну понятно То есть босс, блядь, прыжок вперёд Один газманов вперёд Удар двойной газманов обратно Хе-хе Чё, блядь, за морячку, нахуй, ответишь Ёпта На тебе, блядь, с ноги появится Ну, вот это, блядь, конечно, он Радует, что он своего детёныша тоже убил Газманов хуевертит Опа, опа Пятьдесят лет я прыгаю, блядь Хопа нахуй Так, надо, наверное, блядь, личкануться А то он что-то больно пиздярит Есау, Есау Подошёл, ебаный Хе-хе-хе Хе-хе-хе А, он закрыл, смотри Он понял, что, блядь, у него язвимое место По сути, только одно А лап у него лишних много Ещё и пизда... пиздотня мелкая Нападает всякое, ёпта-мой Опачки Он напоминает на дерево из Дарк Соус Я бы за плагиат суд подал Три, блядь, дамага Давай ему втаскивай, втаскивай Хуеверт его, Олежка Просто встаёте между передними лапами И ебашите его, блядь Вот и всё на Давай закоротило, блядь, батарея кусил Отлично, я побеждал-побеждал И в итоге, блядь, не победил В итоге сейчас вот мой мастер-джедай Его добьёт, наверное, да И лут мой с крысой Нахуй, она может магию прокачивает? Магия-то, походу, доминирует Ох, под... Блин Рука драчащая, чё-то дёргается Чувак, может мне нахуй это не надо? Может я просто в честном кумите буду драться? Лучше всё-таки, чем, блядь, в самый ответственный момент Заземление вот это будет мне колбасить Ебатория какая-то, блядь Ну лучше, чем в Бладборне, где ты должен проебать Обязательно сдохнуть хоть раз, чтобы тебе перки дали Левелы, в смысле Трогательная музыка Чего это всё значило? Хер его пойми Афир Эксчейндж Чё-то Афир, чё-то знакомое Афир Афирская сабля, афирские сапоги Помните? Ведьмак И сразу орган играет Какая недовольная рожа у него была Мы все нассали в эту кастрюлю И теперь ты должен это выпить в знак того, что все мы братья Теперь внутри тебя есть частичка каждого из нас Ты отрекаешься от своего предыдущего имени И теперь тебя будут звать Брат Шоколадный Газманов Добавочки не желаете, господа Да-да, вы должны защищать И охранять Секреты наши, блядь Секреты Вода, чё-то там Воду и секреты Воду и секреты охранять А теперь Мы по старой доброй традиции Отпиздим тебя арматурой Чтоб ты забыл какой ты крутой Мы тебе сейчас почки отпустим Броня просто Броня, а уровень Господь Я знаю, что ты должен быть проблемным И я уверен, что это не менее проблемным для меня Я слышал, что у тебя были неприятности на последнем испытании И я уверяю тебя, что это не последняя трудность С которой тебе предстоит столкнулся Эта инициация Чё? Эта инициация сделала тебя навсегда Нашим братом, что ли? Ты показал себя Каким-то как лев, наверное, храбрым Хуй знает Теперь ты офицер Я надеюсь, ты там Да, да, говорит господин Нет, теперь я не господин Рабство отменили Рабство отменили истинный у вас постоварайки истерии ясный он мой трампл сенсов и лан много текста пиздец не хочу смотреть как они стоят и пиздец просто пиздец два часа блять ну думаю на думаю хватит ну в общем конечно блять игра просто дикая хуйня по другому даже не сказать может здесь более менее такая графика еще ну блять тоже не nextgen конечно ну графика но в 2010 может кто-нибудь с нее бы охуел но сейчас блять вот реально bound by flame то же самое тот же движок та же самая графика два года разница ничего не изменилось та же боевка практически тот же дамаг тоже все и теперь мы судя по всему да вышли в открытый мир вон там квесты ходи бери выполняй да и естественно конечно же две с половиной тысячи рублей это вообще никак не стоит и стоит не должно блять может разве что в параллельной вселенной где блять все люди миллионеры может быть но блять две с половиной тысячи рублей за это да вы ебанулись ладно короче на этом все чуваки чё-нибудь жмите чё-нибудь пишите можете скачать себе на торрентах эту игрульку и попробовать потому что они залупили ценник в две с половиной тысячи косарей а на денову им денег было жалко ну вот такая борода да 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 да